и снова здравствуйте с вами Екатерина Снетко и продолжение фильма о крапиве крапива столько имеет полезных качеств но как не воспользоваться как для здоровья у меня есть фильм о том как можно приготовить специи из крапивы но и в этом фильме я продолжаю свой рассказ о свойствах крапивы если в фильме первом я говорила о сухой крапиве и не была уверена в ее качествах то в качествах свежей крапивы я конечно уверена на все сто процентов и уже не первый год пользуюсь этими полезными свойствами как видели в начале фильма необходимо нарезать залить водой дать настояться как видите я закрываю емкости ведра и если в пластиковой бочке то сверху закрываю и оставлять нельзя более как 3-4 дня потому что появится очень неприятный аромат и будет вонять все вокруг поэтому помешивайте встряхиваете банку и время от времени все-таки почувствуйте какой аромат идет от настоя крапивы и как только почувствуете что запах уже начал немножко быть неприятным конечно срочно ее сливайте вы видите в фильме что я слила воду вместе с крапивой и дальше разбавила во многих фильмах по-разному говорят один к десяти один к пяти я сделала один к трем и что же у меня получилось я начала поливать свои растюшки о том что крапива имеет много полезных свойств посмотрите фильм профессора неумывакина и вот именно таким раствором разбавлены я полила не только вот эти растения которые показаны перед вами ростки пеларгонии петунии и вот там дальше рассада георгинок веселых ребят в этом настое я уверена и кремния очень много и микро и макроэлементов если нам людям она приносит столько пользы то как не воспользоваться этими полезными свойствами для наших растюшек и вот посмотрите после первой поливки сухой крапивы то что я настояла посмотрите мой фильм результат но мне не очень понравился хотя конечно прошло всего семь дней и как можно судить но я опять полила мою рассаду сделала прищипку сверху для того чтобы она начала давать боковые веточки то есть чтобы начало густиться ну а дальше смотрите жмых который я отжала после процеживания вот именно этот жмых я не выкидываю я его использую и как мульчирование я использую и как и как замечательное удобрение при посадке рассады я каждую весну заготавливаю вот такое замечательное удобрение из крапивы и при посадке помидор огурцов пользуюсь как удобрение и вот показываю дальше что подросла рассада тагетиса выглядит она уже замечательно оставлять ее уже нельзя и хотя все таки ожидается большое похолодание я рискнула и смотрите используя вот этот жмых я посадила тагетис о том как я сажала смотрите дальше корешки у тагетиса уже замечательные и оставлять на более длительное время конечно не стоит взрыхлила лунку добавила этот жмых как зеленое удобрение опять видите взрыхлила и посадила тагетис прошло уже дня два с момента посадки и наблюдаю что чувствует он себя замечательно жмых который я делаю в течение всего лета использую для мульчирования клубники для мульчирования других овощей понравилась информация делитесь ею ставьте лайк пишите комментарии я вам буду благодарна и конечно приглашаю заглядывать на мой сайт там для новичков очень много полезной информации с вами была видеоблогер екатерина снегконг